здравствуйте мы начинаем нашу лекцию по голубике ждем подключения участников сейчас к нам должен подключиться наш лектор владимир михайлович самородский а меня слышно да здравствуйте владимир михайлович здравствуйте добрый день друзья все готово ждем еще две минуты подключения участников нет проблем вот и начинаем презентация открыта все работает вот я сейчас отодвину свой экран чтобы слава богу свершилось дождались вот я пролистал вашу презентацию она какая-то очень интересная там даже есть космический корабль станция мир но не только это вы все расскажете я да я хочу оправдаться почему собственно я тут появился перед вашими экранами с какого с какого буду на это вообще-то я должен говорить о голубике хотя у меня прямой контакт с космосом и звездным небом и с богами но вот голубика оказывается одна из таких вещей которые нам помогают найти контакт с высшим разумом да да точно помочь существовать в этом прекрасном мире но мир мы создаем творим во вселенной я думаю что не один разум мы более короче говоря предполагать все можно но главное все от нас зависит как говорят думай глобально делай локально мы меняем общество меняем себя и меняем вселенную если мы будем работать то и вселенная нам отвечает если все ждать когда не кто-то чего-то нам даст и нам что-то должны нам никто ничего не должен все эти делаем мы вот на примере того что мы как сделали там будет видно как с нуля мы начали и что получилось но это далеко не конец на самом деле это на самом деле начало потому что технологии сегодня дают такие возможности что в поре говорили что космические дали открыты перед каждым из нас причем мы еще можем возвращаться с этих долей на свою ни одна планета нас не ждет как это планета по имени земли не надо ее только гадить не надо на ней поступать как барвары на воду как отчительные и хозяева и другие потому что вы должны друшить с миром с мирозданием с окружающими нам животными насекомыми совсем не не воевать не стены развиводить а наоборот созидать и сотрудничать и так чтобы у соседа было три коровы ни одна не сдохла богатые здоровые соседи лучше чем больные на голову это я много раз убеждался где бы не жили а планета земля на самом деле наш единый дом границы в головах люди придумали границы та вся страна на самом деле мы все одинаковой крови и когда вам кровь проливает не спрашивать национальность людишки которые пробуют манипулировать нами они конечно сделали нас национальность то ты татарин то ты и фиоп то еще кто то на самом деле мы все меняется интернет сегодняшний канал вот который мы сейчас пользуемся с вами и а ваш непосредственно канал ты занимаешься пермакультурой экологически ценными продуктами которые на самом деле удлиняет качество длительницы жизни способствует этому и интернет это делает нас возможность брать и сестра держать в контакте сотрудничать с ними где бы они находились допустим я сейчас в новой зеландии сижу а или там с моим любимым ну я не знаю где в майами и ничего страшного сейчас это не звучит как как будто выпендрешь наоборот это сейчас возможность путешествовать открывать новые вселенные появляться новые качества которые у вас раньше не было и это все использовать на благо состояния только себя но окружающего это самая важная вещь правда говорил нштейн важно не успех а важно быть полезным давайте мигрировать давайте мигрировать мы поехали туда а там другие проблемы не один афроамериканец в штатах скалагат а чё ты приехал ты вот делай у себя так как у нас но я поэтому мы сейчас живем в этой части планеты которая кстати далеко не лучше как нам кажется она переживает громадный кризис а здесь от нас с вами мы же не ходим на голосовать все от нас а моя карта с края все так отсиживается но через голубику через ту благодать которую она дает и возможности которые открываются а вам для строительства молодого здорового тела мы все не поговорим владимир михалыч время 14 02 по москве у нас мало пока участников 7 человек давайте поговорим еще инстаграм тв и она будет там взять на вас на канале вашем канале топ сад в ю тубе вот давайте начнем вот в общем то говорим и так если нужно будет переключить слайд вы говорите я его переключаю а давайте хорошо тогда поехали ну давайте следующий слайд пожалуйста да голубика я ягода богов на самом деле потрясающая вещь удивительная сказочная вещь и я я себе сначала расскажу самаровский владимир михалыч я родился в москве в перово у нас был сад с папой меня терки были я уже оставлял копать и я сад не любил на самом деле для меня это было неприятная вещь я закончил баумский институт попал в челомею конкуренту королева и занимался орбитальной станции салют пожалуйста следующий слайд был кандидатом в космонавты и очень удачно все это прошел все тесты и так далее все было помогало мне мое увлечение о нем чуть позже мне сказали когда уже надо было стоять выбор уже идти туда полностью заниматься космическим полетом искали как ты инвалид туда не полетишь как инвалид а потому что тебя две руки тогда уже была коррупция то есть надо было 3 махнутую руку чтобы полететь в космос и мы а в это время я занимался уже параллельно инженерные дела и аэродинамика моя специальность я увлекался танцами западными танцами мы с супругой стали чемпионами европы по западным спортивным танцам следующий слайд здорово мы вот это вот ведь несколько слайдов мы открыли несколько клубов здесь нас в россии потом жизнь получилась так что у нас была возможность жить соединенных штатах больше 20 лет мы там жили прекрасная страна как и другие страны где я там не был везде хорошо там где нас нет вот мы создали здесь в россии потом клуб ровеста и у меня большой канал по этому делу танцуют все 4 до 99 и дальше с паспортом но параллельно с этим и есть какое-то хобби увлечение работа должна быть продолжение нашего хобби то есть надо делать заниматься тем что вам нравится что вы делаете с большим удовольствием вот и поэтому следующий слайд и как говорят надо целиться звезды они верхушки деревьев иначе в пусы не попадешь эти звезды собственно как мне и по первому образованию дали возможность закончить питерс хотя не первый раз я был невыездной поскольку мы западными буржуазными танцы занимались ну-ка закончил гитлерс диплом попал книгу реконда гилла со 30 лет спектакль шоу в омском театре оперы балеты в гитлерсе сказали что инженер аэродинамик космонавт не может ставить мюзиклы назывался брак по-американски сейчас он называется сорванец в омске ну вот какие-то денежки даже капали оттуда но вернувшись со сцены на свой на свой сад мы купили 30 лет назад заброшенный дом в деревне мы его превратили земной рай как это сделали об этом следующий шаг давайте начнем голубика как таковая я первый раз голубику увидел у своего адвоката в бостоне богатый очень дядька хорош шикарный дом и в саду у него было ничего не росло кроме каких-то кустов середины закрытых сеткой я спросил а что это такое это голубика я понятия не имел что такое но вдруг понял что такой богатый человек и тратит ничто не выращивает может купить что угодно голубику сам выращивает почему не в магазине он нет ты когда попробуешь свою свою ягоду поймешь я попробовал и заболел купил кусты голубики тогда в россии ничего этого не было да в россии вот и посадил под елкой все это удачно погибло вот значит мы начали поэтому появился интернет появились новые люди которые нашли новые технологии ошибки поделились и мы пошли путем который вот сейчас примерно идет следующий слайд а это мы дырки делали в земле расстояние полтора метра ширина дырки в земле 80 глубина 50 а вот это это слева ряд а справа ряд это холмик куда землю девать не выбрасывайте а мы решили как бы в одно флаконе сделать холмики эти у нас являются мы посадили туда жимолость на такие холмики то есть и ежевик и жимолость жимолость мы купили в институте цветоводства растение водства академии наук на сказать что там накупили всякой пары по паре выяснилось что все не на самом деле не соответствует никакой критики не удержит мелкая кислая и так далее а бовчарский великан и гордость бовчара которые они убеждали что в московской области не может жить подобные короче говоря она прекрасно растет громадные ябл и мы постепенно с помощью зеленого черенкования клонирования заменяемых об этом немножко позже давайте дальше а вот это это кстати отвечаю на вопросы когда сажать сажать надо по весне а это уже в середине лета ну ведь тут холмики появились это жимолость чем дальше два ряда голубики на первой плане это будущая плантация третья плантация виноград у нас но на самом деле травы много было дернирование очень важная вещь и я бы советовал не забывать голубику все-таки нужно держать на траве траву используем как для пользы для как мульчу и как ресурсы энергетические для 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 любых других для подкормки растений то есть мы используем термокультуру используя все что нам дает природа и стараемся минимально использовать минеральные вещи минеральные удобрения которые но по необходимости это просто я знаю что аналог и сегодняшний опыт показывает я большой поклонник из эпохольцера и это один из как бы гуру к миллионер из австрии который длительно делает чудеса советую всем посмотреть его материалы а он там на нем очень хорошо говорит они на андреево из фильме доктор шарец и это действительно так короче говоря голубика требует поливы поливах капитально вопрос сразу же а я не по теме немного по какие источники как контролировать воду иначе это все мертвом припарке если вы поливаете из квашины и или с водопровода еще не дай бог то это в общем-то большое количество содержания кальция вода кальцированная то есть щелочная и голубики это не очень не понравится и урожаев не соберете а вообще-то может и кирдык быть все числа контролировать надо приборами которые называются профессиональные приборы для молочной промышленности меряют и жидкую и твердую фракцию это вот этот это я купил если как он будет ссылочки даду можно купить на ebay покупайте мне на алиэкспресс на ebay а деньги вернут стопроцентно и пользуйтесь paypal произведением илона маска советуем брать лучшее надо я повторю учиться надо у богов и быть богом в своем деле в своем творчестве своих мыслях своих движениях своих поступках и своим окружением короче говоря следующий слайд есть сравнение здесь если кликните здесь сейчас пойдет видео о том как мы сравним какие покупают на ebay и какие на самом деле и качество разняться на сто процентов давайте посмотрим друзья пожалуйста мы сегодня сравниваем паш метры которые крайне необходимы для врача профессиональной голубики клюквы и брусники вересковых и так вот мы купили через ebay ну не профессиональные вот паш метр самое интересное что выясняется что они как как они работают вот здесь я обычной воде замочил опилки и меряем показания видите 5 и 5 5 и 5 окей 5 и 5 а теперь берем профессиональный паш метр для для измерения молочной промышленности он меряет и жидкой фракции то есть молоко и творог смотрите что он показывает то есть кислотность 4 и 5 4 и 5 померяем то есть самое кислотность просто в обычной воде вот обычная воде и здесь у нас кислотность в этой воде а он меряет и повторяю жидкую и твердую фракцию больше больше восьми а меряем производство китая он показывает 5 и 5 такое ощущение что он жить не хочет но он показывал даже в 6 или 5 и 5 а ну 6 показал давайте померяем теперь бруснику вот у меня брусника видите здесь кстати удобрение это самое лучшее удобрение которое мы можем сейчас найти в европе это производство польши написано кстати и по русски и кто не знает польский и английский то же самое инструкции как употреблять здесь указано по 30 грамм полная инструкция инструкция повторяю русскоговорящим англоговорящим шикарная вещь обеспечивает вас долгоиграющий некомплиментный полный комплект всех необходимых да голубика ну вот как раз там ну просто главное затронуло вопрос какой бы водой поливать а мы поливаем водой мы дружим со всеми повторяю и с бобрами и с ужами и с кротами и так далее бобры мне перегородили ручей полувилось громадное озеро а как качать воду мы качаем воду из озера и этой водой поливаем потому что озеро ну за пруда на самом деле у меня будет приложение если будет интересно есть специальный бесплатный абсолютно даром качающий насосы гидротаран который поливает вам голубику или закачивает воду вот мой насос качает ему на 50 метров ну а слово просто вода надо воду надо брызгать и не только под корень но и полисту очень откликается на полив полисту голубика дает потрясающие отклики следующий слайд вот это гидротаран гидротаран насос который совершенно самопроизвольный с помощью гидроудара простое физическое явление обеспечивает вам посыл воды наверх отключите пожалуйста видео ага ну вот он гидротаран 200 это ручейок около метра то есть мы правильно понимаем что вот до конца дойдет шланг идет и 50 метров поднимается высота 50 метров подъем капает 365 дней году но кроме зимы так это вот оттуда дошло это конец а следующий слайд пожалуйста а вот сам гидротаран схем этого гидротарана если будет интересно могу подробности объяснить то вы поймете как его собрать собирается это в общем то все вышло в 2000 рублей а дает вам возможность повторяю качать не только с перепада воды полметра но и с открытого простого ровня пруда лужи что-то еще ну как назвать море океана реки а или скважины и скажем бесплатно не верите попробуйте попробуйте все работает то есть без электричества вы можете делать насос у себя на участке да 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 где угодно если у вас какой-то водоем есть вот эта штуковина дает вам процветание благополучие кучу денег ну я еще повторяю давайте следующий слайд хорошо скучаем тут тоже будет оключите да видео пожалуйста видео это как работает вода как поливает ага полив голубики долго мы решали как это сделать и зато и клюкву и брусники вот видите новые грядки с металлическими боками и мы поставили спинкеры два по бокам на шпалере от винограда который поливать не надо а вот еще дополнительно спинкеры я поставил немецкий по таком веерном орошении и он у меня испортился оказывается никто об этом не говорил что там находится фильтр и методом научного тыка удалось этот фильтр прочистить и вы посмотрите как работает теперь спинкер ой как поливает хорошо боже мой ну и заодно естественно что видите здесь у нас первое начало плантации было это у нас фонтан вокруг которого посажена клюква брусника и что еще ну конечно его величина голубика это новые ветки я говорю новые ямы ну голубика очень любит полив по листву и надеюсь это у нас вызовет соответствующую награду надеюсь на следующие репортажи в которых мы покажем вас достижения которые получаются с помощью вот этого чудесного орошения замечательного прогрессивного но главное что не с лейками таскать надо таскаться надо и с прочими ну инструментами со слангами а это делается с помощью автомата автомат прекрасный немецкий видите вот сам вырезает как бы болтает прикручивается его можно увеличить расстояние можно сделать так чтобы он поливал поливал то есть меня не полил бы совсем вот видите как он хорошо идет сейчас проверим его опускаться куда дальше да так вот отлично и так а это вот результаты голубики вернее брусника слева а это клюква который вот железный железный грядки находилась выросла проблема была стояла то что они не выдерживают конкуренции с травой поэтому когда мы положили на дно геоткань с насыпали кислого торфа 20 сантиметров надо было сверху закрыть эту геоткань что мы потом сделали пропалывать так клюкву и брусник это адовая работа и просто проклянешь все и вся на наш девиза чтобы природа заработала на нас 80 процентов всех работ в саду делают за вас природа не надо мешаться они под ногами поэтому такой результат следующий слайд пожалуйста вот мы закрыли геотканью голубику это уже в прошлом году в прошлом году видите она это клюква а это клюква да это клюква который быстро распространяется значит это закрывает весь вот это покрытие закрывает полностью всем шатром где-то 15-20 сантиметров вас нужна клюква мартинисты клюква коралл который сумасшедший вкусно если сделать ее настойку то это божественный напиток который можно пить только с богами которых и к которым вы я непременно думаю будете относиться следующий слайд пожалуйста вот эту голубику слева а мы пошли дальше мы начали делать вокруг каждой капки каждый каждого куста мы сделали сетку внутри этой сетки поставили геоткань и получились такие вазоны и переводим сейчас все голубику вазоны потому что косить траву между вот этими кустами иногда задеваешь голубику второе надо подкармливать постоянно и на сами вазоны голубик кладет ветки и ее не обламывается ну еще интересная штука мы с удовольствием обнаружили что поскольку дополнительная как бы мульча идет 15-20 сантиметров это высота вазона ветки которые находятся с боковые они начинают покрываться корнями и это дополнительные саженцы согласитесь это хорошие поступления в ваш бюджет или вы можете продать а или наоборот увеличить количество сколько надо саженцев опыт показывает что она на одного человека надо иметь 10 кустов вы скажете это слишком много на самом деле нет чтобы ягоды было много а у нас ее в этом году очень много много мы ее не продаем а вот саженцы технология до куда вождение следующий слайд пожалуйста вот видите с другой стороны ракурса вот это и жимолость и голубика мы перевели вот подобными расстояние между кустами сразу увеличилась и работа газонной косилкой триммером не подкашиваешь не подбиваешь ничего становится очень удобно и главное что дернирование почвы удивительным образом сказывается на благосостояние экосистемы там растет все и живут там много и вот проблема борьбы с самым главным врагом личинками майского жука хрущами а это много облегчает вот с левой стороны если вы на кадре видите вот в левом полу открыт в левом контейнере слева холмик это работа этого нашего работа крота мы с кротами дружим эту землю во первых я собираю ничего не мешает крот мясоед платоядный он ест ветчинку жука это значит он их нашел их скушал поэтому на самом деле кому враги вы думаете порой что это вот все все существа вокруг нас мы все взаимосвязаны во единой цепочки поэтому советую вам не относитесь предпришительно к ним используйте как говорил президент саша линкольн врагов надо превращать друзей мудрые вещи хороший дядька был ну в общем то и он остается следующий слайд пожалуйста да ну вот теперь они выровняли у нас по линии очень удобно как корректно красиво но и безусловно не забывайте то что должна быть эстетика ну вот я как бы человек искусства или мы с супругой и нам для нас очень важно чтобы участок производил не только продукты питания но вызывал эстетическую радость удовлетворение чтобы они просто там отдыхали и копались благолетней то есть делать земной рай как бы это не пафосно но должно быть и это вполне возможно так вот все таки как сделать чтобы у вас было много кустов и вы не заморачивались вот сегодняшние технологии позволяют нам выращивать голубику не копая в землю а размещать их в вазон следующий слайд вазоны это вот вот по осени мы это сделали 70 сантиметров шириной 40 высотой а туда можете положить уже годичный 2 годично не надо перекапывать перекладывать кустикой за больше все больше больше объем можно сразу же постоянный объем 4 ручки и этот эти вазоны матерчат они пропускают влагу вы можете передвинуть куда угодно по первым временем взбивать то есть короче с этими вазонами если вас учат окно 10 даже соток вы спокойно можете обеспечить себе изобилие повторяю ягода голубика универсальные уникальные растения обладающие такими же качествами как корень женщине а вот зрение 120-130 не буду показывать на себя но я давно отказался от очков я вообще никогда не носил но они были проблемы сначала дефракционные очки я носил вот такие вот время уже давно не пользуюсь девочками а потом это как только голубика вообще в принципе вопросом мочекаменной болезни почки печени вообще там это что-то какое-то уникальное чудо и поэтому я вам советую голубику надо выращивать много ее должно быть достаточно она должна быть разнообразна различные сорта но не думайте о том что мы занимаемся монокультурой вообще-то в принципе жить все время как в советском союзе с одной партией должна быть много варианты должны быть люди с различными позициями каждый должен сказать высказать свою точку зрения есть пример о том что если детей одного возраста замыкают в одном помещении дают условия всеудобные но постепенно начинает болеть у них конфликты происходят так далее то должны быть и младшего и большего и мальчики и девочки и так далее так и культура монокультура как люди которые расскажут о голубике и сами занимаются плантациями платифундиями у них там гектары десятки гектаров у них как один вот тут недавно эксперт говорил славу не у голубика до 40 кустов на даче не болеет а с 24 гектара болеет чего да потому что одно и то же нельзя допускать чтобы вы были как витрина стеклорианная витрина стекло витрины ну короче а надо быть как бриллиант как драгоценный камень многогранными и это многообразие дает вам основы выживания следующий слайд пожалуйста мы вот результат голубики который вот сейчас вы видите вот это результат этого года то есть ледо мы собрали голубику обсыпную здесь вот да кстати если можно да нашлите пожалуйста на голубику который рекомендуется правый верхний там видеоряд правый это видео о голубики чандлер чандлер опять-таки это у нас куст мы привезли из штатов была такая возможность привезли в первом году он конечно все не показал но в этом году используя полив регулярно 10 литров воды на каждый куст как хотите каждый день будет вода будет голубика ну естественно кислотность должна посмотреть есть куст розовый или фиолетовый даже нежно-фиолетовый сумасшедшая мы тут пару ягод попробовали я могу сказать что не приезжайте не просите самая вкусная крупная какая ноготь ноготь и ягода а если она созреет чандлер созревает она конечно же в первых числах августа но игра стоит свеч чандлер сам по себе эстетичен и очень на куст среднего размера прекрасно прижился здесь климате подмосковье ну и и забили его я ни одного куста такого не видел как давайте посмотрим второму кусту подавил ну вот второй кустик как видите мало чем отличается от первого кустика плотные ягоды это не то ягода которую вы кушаете в магазине с помощью каких-то газов она еще специально обрабатывать чтобы не она не созрела раньше ли не погибла и прочее вы едите вместе с ягодой яд поэтому спрашивайте почему люди же не живут тысячи лет чтобы жить еще нет очень просто возвращите голубику вместе с клюквой и прусникой и будет вам счастье и практически физическое бессмертие молодое тело по крайней мере будет у вас всегда удачи на даче вместе с голубиком при даче дальше следующий слайд ну чандлер внизу видите она размером с 10 рублевую монету а мы не занимаемся только голубикой мы выращиваем все что необычно наш девиз все невозможно и возможно и технологии которые позволяют нам интернет позволит делать чудо которое называется продвинутой технологии но для людей необразованных это чудо у нас растут шикарные магнолии этот крупнейший магнолий 25 сантиметров следующий слайд то есть у нас есть ну тут яблоки же не говорю томаты за 2 килограмм винограда мы собираем около около тонны винограда причем крупно вот видите из это кадрянка с ума сойти очень сладкий поздно но мы мы профессионально занимаемся виноградом виноделием и это бокал красного вина надо сказать вино это не пьют его кушают это продукт но уже не говоря там фруктах обычных традиционных вишни это само по себе следующий слайд пожалуйста а мы нашли технологии выращивания малины крупные там терентии каскад и прочее изобильные мочи черешни которые птицы не обрывают мы нашли простые вещи которые позволяют ни малине ни черешни ни одна птица и вас не склюет и это настолько просто стоит это просто две копейки следующий слайд да ну и конечно виноделие вы уже говорил много винограда не в алкоголе дела или вот научились выращивать деревья растения кустарниковым способом и они плодят куда больше чем а большие деревья и рукопожатые а это вот груши которые не выше меня у меня метра восемьдесят пять но вот короче говоря работать так можно а используя навыки природы природа всегда идет нам навстречу главное повторение поворачиваться спиной а приглядываться прислушиваться присматриваться к ней и удивительные вещи ну и конечно же смотрите каналы каналы рассказывающие показывающие главное чтобы был результат следующий слайд да но на этом вот это я представляю нашу компанию то псата буду рад поддержать с вами контакты открывать новые необычные это замечательно уметь делиться и видеть счастье в глазах других от своей работы я считаю настоящим подлинным счастьем а все невозможно и возможно учиться надо у богов и стать богом в своем деле в своем творчестве в любви отношениях но и забывайте как бы там ни было мы все должны понимать что самое главное это нравственный компас поля людей любить можно наркотики золото проституцию и прочее надо иметь нравственность поэтому без этого мы с вами никуда не подвинемся я готов ответить на любые вопросы но у меня есть 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 в слайде указанном вот материалы которые я должен был ответить в частности когда сажать я ответил выбирать сорта если вы позволите я сорта расскажу это у нас есть возможность да конечно же давайте пробежимся по нашему саммаре когда лучше сажать да весной конечно сажать это самое кратко скажу самое дело там много объяснений в ютубе много говорится об этом мы тоже убедились весной самое лучшее самые выбираем сорта я вам советую какие которые у нас есть сейчас скажу каблю ну это штат их привез это июнь июнь в июне нас созревает река это июнь созревает дюк она созревает в июле блю кроп блю джей тора чамблер очень крупный шантеклер в июле созревает полтора метра розовый лимонад лимонад розовый он два с половиной метра многие говорят что он не растет у нас он растет правда не очень плодил но будет будет элизабет один из лучших сортов крупные замечательно созревает осенью два метра достигает эрли блю ранее ранее ягода 1,8 метра очень хороший советую вам всем один из самых крупных самых больших голубик три сантиметра до трех сантиметров бонус рекомендую это не пожалеете он громадные расстояния два метра от куста надо делать такой громадный шант полтора метра высотой blue gold еще лучший вариант один из самых новинок этого сезона голубики сортов тысяча тысячи тех как не пересажаешь самое главное надо выбрать те которые наиболее лучше вот вы по нашему опыту можете делать выводы не навязываю ничего конечно есть очень хорошая спарта санрайз и так далее но есть вещи которые для голубики противопоказано повторяю жесткая вода старайтесь делать ее мягкой а подкисляйте натуральными продуктами можно подкислять ph метра должны быть качественные а яблочным уксусом лимонной кислотой я или которые там часто использую но в основном главный кислый тоже есть подкормки подкормки тоже органические но вот я думаю что Сергей о органических подкормках расскажет лучше чем я сейчас есть в наличии только одна органическая подкормка ее сделала сделала компания органик микс называется она так для голубики спросите органику нельзя вносить под голубику так как она раскисляет нет мы скажем что органику можно вносить если она кислая тот же торф является органикой и он кислый вот Владимир Михайлович пожалуйста следующий вопрос готовим лунку я сказал примерно значит вкратце что это расстояние где-то 60-80 сантиметров а глубиной 40-50 ну можно теперь без лунок можно сделать в контейнер который я уже обозначил поэтому делаете какой-то что что дренаж да дренаж делаете а нет не надо я с они же матерчатые они пропускают влагу на стоятельной земле и это прекрасно идет но я выравнил землю посадил обязательно сажать сидераты алюпин алюпин подкисляет почвы вокруг и это здорово действительно вообще мы у нас пашет и копают сидераты поэтому я не лопаты не граблим давно не пользуюсь с удивлением на меня смотрят соседи но теперь начали просыпаться прошло 10 лет за 10 лет мир изменился а люди порой вокруг вас очень консервативно и порой и грубые надо их любить и пропускать не умение и помочь им не процент чердомен уверен вас вам все это вернется в сторону а какой должен быть губики 3.5 4.5 без дураков не надо больше это очень хорошая вещь она все равно будет подыматься 3.5 и 4.5 вот в этом интервале но если у вас прибор китайский он вам пока что угодно сегодня 5 завтра 8 завтра 2 поэтому вы неведение вот покупайте хорошие приборы они дорогие но они окупятся хорошие ножи швейцарские или секаторы felco например чтобы отрезать ничем другого не пользуются никакими ножами секаторами хорошие секаторы за 50 баксов купите и будет вам счастье на 100 лет бриться можно им если надо то же самое и с подкормкой в ходе сезона самое лучшее когда вы посадили посадите коллоидную серу посыпьте где-то 20 ой прошу прощения 30-40 грамм на куст холодная серость сверху она постепенно уходит она не сразу дает и подкисляет но повторяю вам если виски зеленые не надо заморачиваться вода кислый торф и сверху обязательно эмульчируйте опадом или хвойными опилками вот чтобы жук не отложил яйца вот это проблема это единственное мы столкнулись с трудностями в вашем участке вот таких проблем которые на волотипундиях гектарами не будет потому что вы там с каждым кустом разговариваете и он вам откликается а когда у вас толпы солдат проходят они как винтики как любое живое существо он откликается на тепло без любви не занимается кто-то мне сказал мне папа говорил что хочешь быть богатым и здоровым живи в саду кто-то другой дядь сказал что денег много не заработаешь на уману и берешься ну я думаю что ум это информация это знание оно куда не все многие вещи может нельзя купить за деньги вернее множество вещей нельзя закупить заворачиваются люди да следующий подход есть вопрос как часто вы меряете вот эту вот кислотность как часто вы подходите к своим кустам голубики и проверяете у них кислотность если куст прирастает 30-40 сантиметров мерить еще не нужно если у куст покраснел неожиданно значит надо померить носиться много с этим не надо но как-то вы подготавливаете грунт лучше его проконтролировать ну раз будем так по весне и по осени хорошо так далее переходим к следующему вопросу значит посадкой первая подкормка мы уже поговорили да мы должны подкормить его собственно вот либо удобрением значит польским как вы советуете либо мы можем использовать органик микс да органик микс вы можете использовать любыми удобрениями для вересковых мивена польское удобрение это хорошее это мне сами профессионально подсказали но он быстро кончается и он дорогой органикой можно сделать также бочку засыпаете ее в воде засыпаете 2-3 травой и добавляете ведро кислого торфа это настаивается на по моему сколько на 2 недели 2 недели то появляется у вас хорошее органическое удобрение но померьте обязательно кислотность если там кислотность будет у вас 6 или там 8 то лучше бы подкислить но повторяю если вы торф кислый настоящий хороший профессиональный кислый торф могу сказать так кислый торф дорогой и покупать его мы первый раз купили набили машину и он так быстро усел что в общем короче не коньяк а лучше купить нейтральный торф обычный но верховой он будет вам привезут вам привезут машину водитель понятия не имеет о кислотности и так далее и вы тоже что и так далее свалили вы померили он там средний 6 даже 7 ничего страшного вы его берете и под серой смешиваете с коллоидной серой или подкисляете вещами которые мы уже сказали все у вас получится не дергайте предупрежден вооружен все знаешь приборчик есть я думаю вам также советую и мерить как вашу воду которую вы пьете вот проблема проблема люди пьют ржавую грязную помойную воду еще не дай бог бутылированную в которой черте что откуда налита никто не знает поэтому купите солимер ссылочку я вам дам чтобы он контролирует качество солей у японцев длительной жизни средние 84 года пьют воду в которой 3 миллиграмма соли на литр а в роднике у меня 250 скважин 450 то есть такой водой вы поливаете свои органы ну как бы это ну будем будем оплакивать не очень ну на стенках чайника накипи это накипь на ваших сосудах в вашем головном мозге в артрозах и я как болитместер могу сказать вам по ваших суставах я не буду на себе показывать но я водичку давно уже 10 лет подкручиваю не надо пить дистиллированную но и дистиллятор тоже иметь с собой а вообще-то это обратный осмос ссылку дам обратный осмос стоит 6-7 тысяч это ваше здоровье клуб долголетия билет клуб долголетних и очень хорошие есть материалы люди на этой планете есть умные которые проанализировали долгожители всех выяснилось что у всех у долгожителей в отличие от современной науки кислотность крови 6.9 а у нормальной 74 щелочная и наука говорит нет наоборот кислотность это ужасно а вот на самом деле вы с детственным кисленькое любили вот щавель и так далее так вот чем больше яблочного уксуса вы употребляете яблочек в деле и косточки особенно яблок это калий который обеспечивает вам шикарное пищеварение желудок вас гайки будет переваривать себе николай друзья к ссылку дам академик из украины наш знакомый а он нашел технологию тех людей все которые долго живут это якутия это это кавказ это африка это полинезия это эквадор и так далее и все пьют или талую или снег или вода которая не проходит через кальцевые породы обработка перед зимой у меня есть еще один вопрос обработка перед зимой надо убрать обрезаемые обычно с ноября по март месяц старые твердые ветки вообще надо голубиков все время обрезать 4-летние ветки надо резать воспитывать на втором третьем году году жизни эти самые плодоносельные то же самое как в черешне в вишне во всех косточках и яблонях если вы больше обрезаете вишню черешню у нас отдельный есть материал поэтому черешня навалом просто я не знаю вот стоишь как лось среди этих черешень по полчаса лопаешь эту черешню крупный черешня чешская хардия и не могу ошибиться короче гордия прошу прощения гордия мы жили в чехии долго и объедались черешней так вот она 18 грамм это сливы ну и так далее а сливы есть такие которые как яблоки а яблоки есть как ныне и что только есть на свете мы сейчас занимаемся бананами зизипупсами финиками а зиминами финиками зизипупсами у нас растут томаты амариви растения которые не подозревают какие томаты томаты по 2 кг это для нас тогда то есть в эти интересы не хочу я просто в другом мне интересно творчеством нам интересно относиться не как обыватель просто родился тиреумер надо было чтобы это тире было бесконечностью и вы никогда не умирали были в молодом теле жили припевающих ходили к себе в сад как в рай а вы там благодействовали и результат да труд был приятный но труд наслаждением а результат ну сладый и потом разделять это надо с кем-то друзьями бокал вина выпить это не алкоголизм бокал вина увидеть блеск в глазах у меня три высших образования один я учился в соединенных штатах у нас главный был мотивационный момент чтоб блеск в глазах был интересно а как дальше каждый день лучше чем вчера вы все вы все произведения высших богов по образу и подобию ребята парни девушки милые дамы леди джентльмены давайте двигаться вперед не забывайте не забывайте о том что перед вами есть перспектива бесконечно прекрасной жизни и даже шесть гребаных соток на них можно посадить все что хотите на одном дереве 20-30 сортов и на одной игруши полная чаша изобилия в каждом из вас в каждом доме в каждой усадьи и дом был бы хороший комфортабельный с кухней на 40 метров чтобы у вас был винный погреб у вас было бы место где друзей гостевой дом не надо вам 20 автомобилей автомобилей это как кнопка лифта сейчас уходит вам лифт не нужен да и машина посмотрите сегодняшние технологии у нас сегодняшние технологии потому что вы дверь открываете там у любой Майами Гонолуму я не знаю что угодно любая другая точка планеты пока так мечтайте думайте снимайте блокираторы своих мозгов перестаньте мыслить как в туннеле кругом тьма кругом на этом я заканчиваю свой спич спасибо благодарю вас за внимание и готов ответить на любые вопросы пишут и в таком в обычном виде наш канал всегда готов к новым друзьям огромное спасибо и респект и уважуха Сергею который каналу который занимается пермакультурой развитием развитием потребления солнечной энергии данной нам через растения и позволяющей каждому из нас постичь реального благополучия и успеха Владимир Михайлович было два вопроса по ходу значит один даже комментарий то что вода после обратного осмоса это мертвая вода как вы это прокомментируете ну как это определить мертвая не мертвая она структурированная вы посмотрите кластер какой воды если можно в обратном какую установку вы пользуетесь мертвая вода я не знаю как на себе не буду показывать другое лучшее предложение какое пока на сегодняшний день такое дойдете кластерая вода это кристалл льда образуется если мы если вода проходит через трубу она жеваная битая в роднике она структурированная но она грязная там может тяжелый металл вы же не контролируете вы что на вкус определяете соленость и так далее а мертвая вода мертвая вода это когда вы делаете пиролиз из нее слева справа я имею в виду что обратную мембрану которую надо поставить она должна солимером и контролировать очень часто мембрану а не платиновую делают а особенно в российских производителях надо проверить качество я много раз аж находил недостаточных недостойных покупать продавцов которые продавали под видом обратную мембрану которая не давала мне 5-10 миллиграмм на литр воды а давала 150 а это выборочные деньги пиролиз имейте солимер 700 рублей стоит предупрежден борозу Владимир Михайлович спасибо еще один вопрос был кислотности должна быть вода когда вы поливаете какая у вас вода кислотности или в общем то просто она должна быть нет кислотности я уже в этом фильме показывал 7-8 это много вообще-то кислоты желательно 5-6 воды 5-6 воды да ну 5 процентов 5 процентов или 6 но если будет 8-10 это ну вы свой труд гробите повторяю это очень просто я повторяю вы не должны брать воду из скважины тогда из скважины наливаете в какую-то ёпость или в пруд а пруд может быть на каждом участке потому что вода там набирает кислород происходит аэрация или в каком-то баке она прогревается не то что температура тепла а важно другое чтобы она кислоты сменяется и аэробная вода конечно для растений приветствуется вот но безусловно естественно природные условия дожди тоже помогают но если у вас если голубика стоит зелененькая то все нормально ну воду должны примерно 10 литров на куст вы выливать должны в день если у вас хороший большой куст да капельный полив обязательно или полисту это совсем хотите такие же богатые кусты как у нас надо по кустику ну как извините как за девушкой вы будете ухаживать так и жениться будете ну я не знаю как иначе она не знаю ну это не должно быть с ведрами лейками ходить это займитесь так поставьте капельное рашение бочки куда-нибудь поставьте наверх на 200 литровые на высоту полтора метра и вам будет капельный полив купите систему аквадуси это стоит копейки и она вам с автоматом будет поливать водичку бочки ну не знаю какой объем но повторяю все равно голубики много не бывает сажайте ну минимум если семья 10 кустов она не все будет полоносить но те которые будут уже полоносить окупит ваше старание в десять крат скупой платит трижды владимир михайлович мы от души благодарим вас за столь интересный рассказ это было невероятно да ладно да ладно это начало это начало да ребята это все очень просто это просто только это дел просто любить посмотрел с каким-то на одном дыхании вы знаете как говорится на одном дыхании друзья второй экран находился в магазине природная энергия да да вот кстати извините прошу прощения шикарный магазин это я не знаю не лезьте ради на самом деле мы покупали у них на площади реча там многие вещи значит мучиться ходить туда-сюда по-разному там все впаривает кто угодно и Сергей там другие его коллеги рассказывают показывают все по-человечески он мне даже ну не знаю хотите сказать он мне подарил несколько вещей покупал опрыскиватель он мне подарил я не знакомый человек с какого бутуна он мне это знаете как приятные вещи еще человек подарил мне семечки ребята это ерунда мелочь но об этом много говорит о человеческом душе продавец это консультант это эксперт это гуру а не просто парить прибыль бабло шикарная вещь ну конечно может еще какие-то магазины лучше но на данный момент большое я большое уважение вызываю не только как продавца но и как информатора как и блогера и как ну как как лектора как человека как эксперта который подсказывает я понятия не имею а для меня это было открытием Владимир Михайлович большое спасибо мы собственно стараемся а подарки да действительно мы очень любим дарить наши подписчики об этом знают давайте пригласим на следующую лекцию которая состоится либо через неделю либо через две мы обязательно подумаем над этим я думаю что она будет посвящена винограду ой 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 тогда следующую лекцию просто то что вы состоите в союзе виноградников по моему да московской области в двух в двух в двух союзах я в американском клубе состою винограды в московском клубе бокал чарпы хорошую вина предлагаю вам выпить вместе тогда Владимир Михайлович вот еще вопрос вы рассказали про продажу черенков голубики у вас ее уже можно купить правильно? да конечно конечно мы научились клонировать их зеленые черенковами это очень просто кстати не вошло вам это в следующем видео ну просто прошу прощения ничего не расскажешь сразу же это наш первый эксперимент это аксостеп и я не знаю как очень много их я повторяю мы стараемся сделать такие чтобы голубика росла в каждом усадьбе но очень советую вам голубику брать такую которая бы сразу давала вам громадный урожай плодила вот и это не важно какого сорта но она вся районированная вот в подмосковье и ну это не наш бизнес ребята мы это по ходу дела мой бизнес информация информационные технологии ну видите я нормально разговариваю контактирую я хорошо танцую и я умею людей увлекать и очень увлеченным человеком и поэтому значит сад огород и ай огород должен быть такой чтобы вот вы говорили вау а соседи вот приходили не может этого быть если бы сам не видел никогда бы не поверил встретись в звезды встретись выше звезд и у вас все получится хватит жить обывателям прекратите думать о том чтобы поел выпил запомните не надо умирать надо жить процветать надо добиваться того что даже не придет в голову такие цели задачи ставить сумасшедшие они все сбудут вселенной на вашей стороне вы не просто появились на всех на всех ваша миссия еще не выполнена далеко большое спасибо давайте на этом заканчивать было сутки на скорой встрече спасибо нашим подписчикам кто нашел время принять участие в эфире вы его в любое время сможете освежить знания посмотреть в GTV или на ютуб канале топ саду Владимира Михайловича по черенкам голубики мы попытаемся с ним договориться чтобы эти черенки и брусники и клюквы брусники и клюквы да у нас все там есть и орехи и виноград чувствую это не проблема главное другое чтобы у вас была полная чаша возможно они будут продаваться в магазине природная энергия посмотрим это без проблем все без проблем все благ удачи удачи на даче это наша задача да и какой у вас еще девиз если делать то с любовью скажите пожалуйста ваш любимый который вы все что мы обычно пишем что удачи на даче их много но повторяю все невозможное возможно у вселенной границ нет границы в вашем мозгу все нет блокираторов снимите ногу с тормоза прекратите тормоз нужен но вы все время на тормозе едете газуете тормозите прекратите отпустите тормоз воображение Эйнштейн говорил не так важно знание важно воображение воображение курите бамбук я не курю вам советую но если вы получаете от своей работы видите перспективу вашу мотивация и главное в нашем с вами деле спасибо спасибо до скорых встреч спасибо спасибо очень было интересно спасибо 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 спасибо